Есть электрический конструктор. Он содержит в себе огромное количество элементиков, коллимций, и. Что такое и? Это такая логическая функция. Если два утверждения верны, то и тоже верны. Если хотя бы одно из утверждений неверно, то значит все уже неверно. В этом конструкторе есть, опять-таки, сколько угодно дизюнкции. Дизюнкция равна единице, если хотя бы один из аргументов равен единице. И ноль получается, если и то, и то ноль. Но отрицание вам дали только два. Требуется из какого угодно количества этих и этих, хоть миллион этих. И только из двух отрицаний суметь построить все эти. Ребята, почему эта штука трудная? Потому что на первый взгляд, это вообще абсурд какой-то. Потому что если вам нужно три отрицания, то совершенно непонятно, за счет чего количество этих отрицаний можно сэкономить. Извините, я легко могу взять отрицание утверждения А, взял. Могу взять утверждение, отрицание Б, взял. Утверждение С тоже могу, отрицание Б, взял. Но, извините, как сэкономить? Оказывается, нужно сделать хитрую штуку. Надо доказать, что не только эти три отрицания, а вообще любая логическая функция от трех аргументов выразима через два отрицания и аргументы. Ну, если любая, то и эти три. Это я сейчас вам расскажу. Так, для начала, чтобы все вышло совсем понятно, давайте я объясню, как естественно, образно изображать все логические функции. Сделаю это так. Представьте себе нижнюю точку. Дальше. На следующем уровне поставим три точки на одном и том же тренантальном уровне. И дальше дорисуем до прелаграфа. Получится следующая штука. Идея понятна? И здесь надо поставить. Может быть, у меня не очень ровно, но надеюсь, что идея будет менее понятна. Вот это на одном уровне находится. Эти находятся на одном уровне. И здесь то же самое я дорису до килограмма. Здесь находится на одном уровне. Теперь, что это такое? Это вообще-то кубик. Давайте я у всех решит проставлю цифры. Вот здесь у меня будет написано 1, 0, 0. Здесь будет написано 0, 1, 0. А здесь 0, 0, 1. То есть я отставляю себе так, что это у нас, так сказать, первая ось. Это направление А. Вот это у меня направление В. А вот это вот вертикальное направление, это направление С. Я сейчас все объясню подробно в вопросе. Итак, что здесь на точке? 1, 0, 1. Вот эта точка, это 1, 1, 0. А вот эта точка, 0, 1, 1. Соответственно, вот эта верхняя точка, это просто все имени. Если у нас есть любая логическая функция от трех переменных, то давайте, три переменные А, В, С, то она задается своими значениями на следующих решениях. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Вот они все восемь вариантов. Какие бывают логические функции, ну, вообще так быстро на это может не ответишь, потому что этих самых функций вообще-то столько же, сколько 2 в степени количества строчек, а строчек здесь 8, то есть 256 штук. Если я сейчас выпишу все 256 столбцов, вряд ли вас это обрабатывает. И тем более для каждой из этих функций доказывать теорему, это, понимаете, я так вкратце вам расскажу 256 сюжетов, да? Главное, что удивительно похожих один на другой. Поэтому я сейчас введу по-настоящему важные для меня функции и объясню, как исходя из них все получится. Господа, я сейчас объясняю следующее. Любая функция задается своим значением в этой точке, в этой, в этой, в этой. А что такое значение в этой точке? Это вы на самом деле должны сказать, что вот в этой точке функция это или 0, или 9. А что такое значение в этой точке? 0, 0, 1. Вот она. Это здесь функция принимает значение 0, или 1. Если представить себе, что 0, это, скажем, белый цвет, а 1, это, скажем, желтый цвет, то фактически вы должны вершины выкрасить в два цвета, в белый и желтый. Те вершины, которые отмечены желтым цветом, это и будут вершины, на которых наша функция равна единице. Итак, давайте эту верхнюю мысль четко спромулируем. Булевая функция от трех аргументов, это на самом деле то же самое, что под множество, множестве вершин этого. Разумеется, это никакая вершина, это не вершина, нам важны вот только эти вершинки, да? Так, давайте я даже запишу. Запишу. Булевая функция, это подможество, ну в данном случае от трех аргументов, есть 24, соответственно, было четырехмерных и так далее. Это подможество вершинку вот. Отлично. Так вот, ребята, удивительный совершенно прием сейчас я применю. Я рассмотрю так называемые симметрические функции. Симметрическая, это значит функция, которая не меняется, когда не меняешь местами А, В и Ц. Смотрите, я вот здесь специально, девочкам, нарисовал здесь, здесь, давайте я еще раз здесь нарисую, и это здесь нарисую. И эти слои, разрешите, пожалуйста, мне как-нибудь обозначить. Давайте я делаю это попросту. Вот этот слой я назову нулевой. Ну логично, он внизу. Нулевой слой. Это будет какой слой? Первый. Это второй. А это? Третий. Третий. Отлично. Нумерация абсолютно понятная. Нулевой слой, первый, второй, третий. Так, давайте это будет L0, L1, L2 и L3. L это первая буква, английскую слова слой. Давайте-ка я выпишу, для того, чтобы убедиться, что все все понимают, функцию, которая равна единице в точности на нулевом слое. Функция, которая равна единице на нулевом слое. Это вот что такое? Это единица, а все остальные нолики. Хорошо. Функцию, которая равна единице на первом слое. Функция, которая равна единице на втором слое. Это что такое? В скольких точках она равна единице? В трех, правда? И, наконец, L3, это что такое? Это везде нулеви, кроме последних строчек. А теперь будет следующая замечательная совершенно идея. Я при помощи только двух отрицаний и большого количества конъюнкций и безъюнкций сумею выразить вот эти четыре функции. L0, L1, L2 и L3. И после того, как я сумею выразить эти самые четыре функции, я объясню, как выразить любую функцию. Ребята, на самом деле идея, как получать эти слои, она настолько красивая и замечательная, что я хочу немножко вас вынедливать. Хочу, чтобы это звучало ближе к концу занятия. А вот как выражать через L1, L2, L3, L4 каждую из интересующих нас функций, это дело чисто техническое, очень простое. И давайте, поэтому я начну ревернуть. Господа, что такое любая функция? Я уже написал. Что такое любая функция? Это какое-то подмножество решит куба. Согласны? Значит, если у меня функция равна единице, ну, например, вот в этой, в этой и в этой вершине, вот в этих трех вершинках, то на самом деле я могу сделать так. Я могу суметь написать функцию, которая равна единице в этой вершине, а во всех остальных местах 0, написал. Потом написать функцию, которая равна единице здесь, во всех остальных местах 0, и функцию, которая равна единице здесь, во всех остальных местах 0. И после этого я напишу между этими тремя функциями знак или. Вы помните, что или мне разрешены в любых количествах, правильно? Идея понятна? Идея понятна. Хорошо. Если я собрался писать функцию, которая равна единице здесь и во всех остальных местах 0. Понимаете ли вы, что если я ее напишу, то вот эту я могу тоже легко написать. Просто поменяв местами вот эти вот две пункти, правда? У меня это все секретично. Поэтому на самом деле функции, которые мне, что называется, критически необходимы, их не так много. Есть одна функция, которая равна единице здесь и во всех остальных местах 0. Есть функция, которая равна единице здесь и во всех остальных местах 0. Есть вот такая функция, которая равна единице здесь и во всех остальных местах 0. И есть вот эта функция, которая равна единице здесь и во всех остальных местах 0. Их четыре штуки. Я, значит, сейчас формулирую эти четыре задачи. Мы их с вами решаем, и в результате мы получаем потрясающую совершенно штуку. Итак, что это за задача? Придумать функцию, которая в точке 0,0,0 равна 1, а во всех остальных равна 0. Как ее зовут? Ее зовут L0. Придумать функцию, которая в единице 0,0 равна 1 во всех остальных местах. Это надо придумывать. Придумывать функцию, которая здесь равна 1 во всех остальных местах. И, наконец, во всех местах единица. Эта функция у нас тоже есть. Как ее зовут? 2. Эту функцию зовут L0. Отлично, придумайте.